Всем привет! Завершились первые матчи 1-4 финала Кубка Английской Лиги. Скажу сразу, что обладатель этого трофея получит право сыграть в Лиге Европы. Результаты Кубка на вашем экране. Я расскажу про каждый матч, узнаем также, что говорили тренеры и узнаем пары полуфиналистов. Итак, 19 декабря прошло всего лишь две игры. Арсенал обыграл Вестхэм за счет единственного гола на 42-й минуте, который забил Дэнни Уэллбек 1-0. Напомню, что в последнем туре премьер-лиги Арсенал также выиграл 1-0 у Нью-Касла. Вестхэм в 1-8 финала выбил Туттенхэм, а Арсенал – Норвич. Кстати, за 6 дней до этой игры обе команды играли в чемпионате между собой и сыграли 0-0. Мы играли качественно, говорит Арсен Венгер, показывали хорошую скорость, но Вестхэм перекрывал все пути и не давал нам пространства, поэтому мы забили всего лишь один гол. Также тренер рассказал, что уже Ру и Коклена повреждения, и они в ближайшем матче, скорее всего, пропустят. На кого вышел Арсенал, узнаем чуть позже. Манчестер Сити, выигрывая по ходу игры 1-0, на 97-й минуте пропустил от Лестера автор гола Джейми Варди 1-1. В дополнительном тайме команды забить не смогли, и игра перешла в серию пенальти, где футболисты Манчестера Сити были точнее 4-3. Варди пенальти забить не смог. Манчестер Сити выиграл четвертую к ряду игру в различных турнирах. Напомню, команда уступила недавно в Лиге чемпионов, а Лестер уступил второй свой матч подряд. В ноябре Сити обыграла Лиз 0-2. Главный тренер Лестера Клод Пюэль еще перед матчем обнаружил слабые стороны Манчестера, о чем он говорил в интервью, но раскрывать их не стал. У команды Гвардиолы очень сильный прессинг. Это Пюэль заметил, когда еще тренировал Леон. А вот на вопрос, сможет ли Мансити выиграть все трофеи в этом сезоне, Гвардиола сказал, что об этом не думает. Гвардиола сказал, что это нереально, такого не бывает. Я не думаю о титулах, а думаю о следующем матче. Напомню, что в девятнадцатом туре Сити сыграет в премьер-лиге с Бормутом. Результаты этого тура обязательно будут на нашем канале. И 20 декабря прошло еще две игры. Челси обыгрывает Бормут 2-1. Посмотрите, когда были забиты два последних гола. Если бы не Марата, то Челси, возможно, била бы пенальти. Третий матч подряд выигрывает Челси и третий матч подряд уступает Бормут. Напомню, что Челси прошел в предыдущем раунде Эвертон, а Бормут – Миддлсбро. Антонио Конто сказал, что очень важно, что мы вышли в полуфинал. Напомню, что в прошлом году Челси остановилась в четвертьфинале. Я рад, что игра закончилась в основное время. Дополнительные 30 минут были бы лишней нагрузкой для нашей команды. Также тренер отметил свою команду, которая моментально отреагировала на пропущенный мяч. И сенсация произошла в следующей игре, где действующий обладатель трофея Манчестер Юнайтед уступил Бристолю. И вновь последние минуты, на которых клуб из чемпионшипа забил решающий мяч 2-1. Скажу, что Бристоли идет сейчас третьим в таблице второго английского чемпионата. Команда выиграла уже пятую игру к ряду, а вот Юнайтед за 4 игры уступил уже второй раз. Еще после прошлого раунда Мауриньо говорил, что кубок им не сильно нужен. Хотя, имея хороших запасных, можно было бы и подтягаться. В этой игре на поле наконец-то вышел Мхитарян, который заменил Ибрагимовича. Ему перед игрой предрекали забитый гол. Тренер Бристоли Лид Джонс очень хотел встретиться с Мауриньо. Он чуть ли не его кумир. А вот после игры тренер сказал, что болельщики клуба вместо работы будут сегодня праздновать. Мауриньо же считает, что Бристолю просто повезло. Для них это, конечно же, большое событие. А моя команда уступила в движении в этой игре. Итак, полуфинальные матчи пройдут в две игры. Челси сыграет в дерби с Арсеналом. Первая игра пройдет 9 января, ответная 23. А Манчестер Сити первый матч проведет дома с Бристолем, также 9 января. На этом пока что все. На выходных не пропустите очередной тур английской премьер-лиги на нашем канале. Пока.